Части мира на острове, которому больше подходит его прежнее могучее название Урос, чем нынешнее Высоцк. Я таскал приют, где живет кино, наше кино, своими яркими шедеврами признанное во всем мире и в самих названиях. Доживем до понедельника, а зори здесь тихие, белый бим, черное ухо, в них, вызывающие ностальгические слезы умиления от доброты человека. Это кино создавшего. Станислав Ростоцкий. Целая киноэпоха, но по резкому замечанию юных человек, погубивший отечественный кинематограф. Многие говорят, что Ростоцкий прячется на полуострове. Если людям нравится думать, что я спрятался, ну, надо тогда добавлять, что я струсил. А чего я, собственно, струсил? Чего мне бояться? И нечего бояться, кроме страшного суда. Мне уже давно нечего бояться абсолютно. Но бороться я не хочу с этими людьми, потому что я пытался поначалу бороться с некоторыми из них. Но я такое количество лжи ощутил, значит, в том, и такое стремление утвердить себя над всеми, вот те самые амбиции. А зачем? Значит, когда я не прятался, мне тоже многие завидовали просто, хотя завидовать было нечего. Многие, так сказать, относились по-разному ко мне. Когда я спрятался, их опять не устраивает, значит, почему я спрятался. Значит, может, им тоже хочется. Причем это очень смешно, когда вначале я спросил одного человека, А вот за что, так сказать, иногда, вот те времена, когда нас отовсюду свергали, за что такая злоба? Вроде я не совершил никаких таких безнравственных поступков, не писал доносов. Так сказать, почему? Наоборот, многим помог. А мне кто-то просто ответил, завидует. Тогда я спросил, чему? А всему, даже тому, что я 45 лет женат на одной и той же женщине. Понимаете, что у меня сын не наркоман и нормальный, хороший человек. Всему завидует. Теперь уже завидует тому, что я уехал на остров. Как хорошо ему там на острове. А вот в этих местах зори действительно тихие? Очень тихие. Такие тихие, что можно подумать, что ты умер. Правда, я не знаю, как там на том свете, может, там очень большой шум. Вот. Ну, вы сами же видите, какая здесь красота. Каждый восход и каждый заход. Вчера, например, я ловил рыбу, и я не мог оторваться от того, какой был заход. Розово-фиолетовый какой-то. Красоты не описываю. Вообще, если вы заметили, природа в моих картинах, она играет большую роль. Вот когда я говорю в моих картинах, это неправда. В наших картинах. Я не люблю это слово в моих, и часто его употребляю машинально. Очевидно, учусь у других. Потому что природа в моих картинах снята замечательным совершенно оператором, с которым я снял почти все картины, Вячеславом Шумским. И... Боже.